Первый раз меня девчонкой, выигравшей конкурс чтецов пушкинских произведений, выпустили на сцену Большого театра. 1937 год. И когда я объявила первый номер, то Иосиф Виссарионович своему помощнику сказал, а это, говорит, прямо символ русской девочки. Всё. Но с тех пор, до начала войны, каждый правительственный концерт я должна была вести концерт и читать. Правительство сидело в правой ложе Бенуара, который выходит непосредственно на полсцены. И завешено, как вы можете себе представить, такой плотной портьерой. И для меня было невероятным секретом и загадкой. Ничего не видно, что в ложе происходит, но вдруг весь зал встаёт. И я у ближайшего дяденьки спросила, я говорю, а что они встают? Ну, товарищ Сталин вошёл. Я говорю, а как они узнали? Я же его не вижу. А тот мне говорит, а вот видишь ложа, и вот когда в ложе отодвигается занавеска, и на её край ложится рука Кагановича в ту журке, это означает, что вошёл Сталин. Но мне же было интересно рассмотреть, кто сидит в ложе. И я, объявив очередной номер по ошибке, ушла в противоположную кулису и оказалась на расстоянии пяти метров от всех этих сидевших. И тут я увидела, как, значит, поднял руку, он был наиболее контактный, это Каганович, он, значит, осторожно помахал рукой, меня из зала не видно, я в кулисе, я ему улыбнулась, закивала головой, вдруг все остальные то же самое мне помахали рукой. А другая площадка, это была в Большом Кремлёвском дворце и в высшей школе ЦИК. Это когда вы входите в Спасские ворота, первое здание направо, оно выстроено вместо Воскресенского монастыря. Вот там проходили концерты, там не было уже кулис, и поэтому там ведущая оставалась на сцене, прислонившись к боковой кулисе. И рассмотреть Сталина, сидевшую, он никогда в центре не сидел, значит, на крайних местах четвертого ряда. Ну, скажем так, рядом с дверью. Вот таким образом. 40-й год, весна. Идет концерт, и один из номеров, это младшая группа хореографического училища ГАПТА, исполняет танец вот такими вот этими надувными мечами. Ну, эти девчоночки прыгали-прыгали, и одна не удержала шар, и он покатился. Но поскольку там пол всегда покатый на сцене, он покатился в сторону правительственной ложеку. И я впервые в жизни увидела, как у людей сошла краска с лица. Они все стали не белые, они стали серые. Они прислонились к стене, это в форме НКВД, и никто не шелохнулся. Было видно, что они просто будут терять сознание, и все. А мячик-то катится. И тогда я, значит, выскочила, и подстроившись под ритм музыки, я проскакала через сцену и подхватила этот мяч, ну, на расстоянии, ну, трех метров примерно. И, конечно, с ним проклятым убежала в ближайшую кулису. Но самым любопытным было другое, что на следующий день, и у меня эта газета лежит, был написан отчет об этом потрясающем концерте, и было написано, что такая непринужденная обстановка, что даже ведущая, наша всегда серьезная Нина Молева, включилась в танец и перехватила мяч. Автор Викторина Кригер. Ну, как, было видно, как взрослые боятся друг друга, это было видно, но у нас это находило иной отклик. Мы старались как можно меньше быть рядом. Я была руководителем делегации школьников Советского Союза, приветствовавших 18-й партийный съезд. Восемьсот человек делегации ребят. Это, вы представляете, переполненный зал заседания Верховного Совета и плюс восемьсот ребят. И вот это вот приветствие детей, это была постановка, которую осуществлял Василий Павлович Охлопков. Он считался специалистом по массовкам. Это было первое мое выступление. Я говорю, а это было очень хорошее зрелище, значит, я и он. Я говорю, Василий Павлович, ну, про чего здесь надо говорить? А знаешь, говорит, что? Вот ты в первый весенний день вышел на улицу. Солнце светит, уже, говорит, листочки проклевывают, воробьи чизигают, школа уже кончается, уже каникулы. Я говорю, а испытания? Он тогда не экзамены, а испытания. Он говорит, нет, еще нет испытаний, вот прямо у тебя ждет свобода. Я говорю, и что? И ты просто скачешь по тротуару и нырничаешь что-то про себя от удовольствия. Я говорю, то есть вы что хотите? Ты должна это прочесть так, чтобы все почувствовали, что тебе хорошо, весело и наплевать на то, что ты говоришь. Труда и доблесть и делами звенят взволнованные дни, кострами радости над нами горят октябрьские огни. Мы шли по огненному следу, отвалы юности горя. Мы помним первую победу на баррикадах октября. Ну, что там можно сказать в этих, в этом наборе слов? Ну, там все ребята получали цветы, но только когда входили в зал, и на пороге зала Бойценкова, да, вернее, командира, вручали каждому его букет. Ни одной секунды мы этих цветов не держали до входа в зал. Но дальше это был, конечно, вынос пионерских знамен, это был сигнал пионерских горнов, сигнал «слушайте все», потом «внимание», потом «отбой». И представляете, 32 пацана, которые не соврали ни одной ноты. Для меня, занимавшаяся в музыкальной школе, это казалось невероятным. Ну, на горло. Попробуй, там же... Даже звук-то нечем поправить. А знамена несли так. Край у каждого знамени была приделана нитка, суровая, которая оттягивала край знамени. Иначе оно ж висит, как тряпка. А тут входили ребята, и все знамена были развернуты. И вот, когда мы вошли в зал, первое впечатление – Сталина среди президиума не было. Над президиумом находился маленький на одного человека балкончик. И на этом балкончике стоял Сталян. Вот, понимаете, явление Христа народа. Ну, может быть, на кого-то это могло произвести впечатление. Но вы понимаете, ученица театральной школы, которая знает, как все это делается, это было, ну, как вам сказать, это было и несерьезно, и противно. Значит, он появился на этом балконе. Буря. Овации, аплодисментов. А потом, пока мы прошли через весь зал, он большой, бывший, и сейчас он Владимирский. Вот через него проходишь, вдруг Сталин стоит уже посредине президиума. Перед войной все концерты велись на двух языках. На русском и на немецком. До конца. Ну, как вы считаете? Как после этого надо на все это смотреть? А народ был убежден, что война будет, и война будет, конечно, с фашистами. Причем в газетах это были и Риббентроповские, все эти выпуски и так далее. А у народа, тем более, что было много участников Первой мировой войны, у всех было твердое убеждение. Война с немцами, конечно. Так что это, ну, как вам сказать, тут было определенное противоречие. Вся молодежь умела стрелять. Это считалось обязательным. Или так как у меня это был значок БГСО, будь готов к санитарной обороне. Или какие-то летние сборы. Они все время были. Но вот против кого, неизвестно. Это характерно для русского народа. Никакой неприязни к немцам не было. Но сознание того, что правительство будет воевать именно с фашистами, это было у всех. было понятно одно, что это будет схватка фашизма с нашим коммунизмом, и что никто на Западе нам помогать не будет. Я вам говорю, сознание обыкновенных людей. никто не верил ни в какой второй фронт, ни в какую помощь. Да, откровенно говоря, невозможно было поставить такое количество амуниции, обмундирования, вооружения, сколько требовала эта война. чужими руками? Нет, это делали наши, своими. Сорок первый год. Майский концерт. На четыре отделения прошли. На последнем отделении ансамбль Александрова. И вдруг меня задерживает режиссер и говорит, Нина, надо прочесть тройку. Я говорю, чего? Ну, тройку Гоголевскую. Я говорю, да вы что, смеетесь? Я же ее хоть повторить должна. Ну, я ее читала на читательском конкурсе. Все, ну, я говорю, ну, повторить-то я должна. Он говорит, ну, сколько у нас еще? Полторы минуты успеешь? Я говорю, да вы что? Надо, надо, надо. Я говорю, вы помните, чем тройка кончается? И вот она понеслась, понеслась, понеслась. И в недоумении расступаются и дают ей дорогу другие народы и государства. Я говорю, хорошо, но я это кончу. А в это время к тебе подойдет ансамбль и, говорит, они начнут петь вниз по Волге-реке. Ну, дури всякой, бывало, разной. А через 20 дней начинается война. Ну, кто придумал вставить этот кусок? Его не было в программе. Там есть какие-то моменты, которые отсылают к войне? Нет, которые отсылают к непонятности действий России. Это точно. И кто тебя выдумал? И куда, да вы что, не помните, куда несешься ты? Дай ответ. Не дает ответ. Чудным звоном заливается колокольчик, гремит и становится ветром, разорванной на куски воздух и в изумлении останавливаются, расступаются и дают тебе дорогу другие народы и государства. Такое впечатление, что конец войны. Когда меня вызвали в радиостудию, она помещала в центральном телеграфе, то мне, значит, сказали, Нина, надо выступить перед школьником Москвы. Я говорю, что какие-то пункты есть? Да какие, говорит, пункты? Ну вот что ты можешь ребятам сказать, то и скажем. И я сказала, у меня было короткое выступление. Я сказала, что ребята, до сих пор у нас было детство. У одних лучше, у других худше. Но, я говорю, сторона старалась его сделать хорошим. А теперь все кончилось. Теперь мы должны помочь взрослым одолеть войну. Как? Я не знаю. И никто этого не знает. Каждый из вас должен соображать сам, где он может быть полезен. Я ушла в армию. Мне было 15 лет. И я ушла и записалась санитаркой в первый же сортировочный госпиталь Москвы. И отрубила все четыре года. Госпиталь. Потом меня назначили заместителем начальника театрально-зрелищной бригады, когда мне исполнилось 16 лет, война кончилась. И вот 24 мая 45-го года прием в Георгиевском зале. Каждый фронт был представлен командующим. И рядом с командующим человек 6-7 офицеров, рядовых, сержантов. То есть отбирали каких-то вот чем-то отличившихся людей. Я всю войну была на втором белорусском Рокоссовском. И Рокоссовский значит выбрал меня. Но скулиганить это надо было хоть в конце войны. И я вместо того, чтобы как всегда подколоть косы под головной убор, я их выпустила и положилась впереди нам. Мы стояли в летней форме, не в шинелях. Но значит в летней форме с двумя косами идет значит Сталин. и вы знаете он начинал здороваться с рядового со всеми за руку. Каждому там что-то говорил. Последний командующий приходил к следующему фронту. Потом подходит к нашему фронту и говорит а ведь я вас помню. Иосиф Визарианович все и так знают что у вас великолепная память. Весь мой офицерский состав был в обморочном состоянии. Я старший лейтенант и вдруг обращаюсь к генерализмусу по имени отчеству да еще в таком тоне но генерализмус выдержал. Значит пожал мне руку там пожелал всего и выгод прошли фронт. Я говорю да все четыре года. И вот тут почему я этот эпизод рассказываю. Вы знаете он моего роста. Он был моего роста. И это было страшное впечатление. Вот бюст крупного такого здорового мужика. У него очень неприятное лицо было. Землистая кожа, очень крупные осьпины, холодные целенаправленные глаза. хотя он говорил очень симпатичные вещи. А вот ниже бюста у него были узенькая таз и крошечные ножки. Вы понимаете такой цахис гофмановский. И вот это ощущение было вы знаете вот оно для меня перекрыло все. И может быть потому что прошло четыре года и потому что все четыре года я работала в прифронтовой полосе но я это восприняла необычайно остро отторжение от этого человека. Что вот этот человек который добра никому не может принести. коллеги его смертельно боялись. Было видно что они боятся как-то повернуться они боятся не то сказать они понимаете они все были скованы. Какая идеология? Идеология простите меня в те же самые идеалы мы верим и сегодня да никто не имеет права родиться с какими-то преференциями не имеет права вот все в ряду лежат в родильном доме и от государства все должны получить одинаковые возможности и права а уж дальше милый ну дальше уже сам за себя отвечаешь но был вот такой тяжелый камень ведь идея была хороша все равны все должны иметь одно и то же у всех должен быть одинаковый старт ведь это было справедливо так только так и может быть и казалось что раз все это взорвалось народной войной то где-то подспудно люди понимали что и то что было до войны будет сметено а вот когда оказалось что наши из плена стали возвращаться в лагеря а вот когда стало понятным что союзники выдают казаков и так далее вот это был внутренний облом у людей ну нет правды на земле и если говорить на чем советская система начала рушиться именно на этом именно тогда и надо сказать что хрущев тут добавил своего вот этим вот своего но его надо было видеть всегда потного всегда у него мотались штаны на брюхе во все стороны у него значит рукава он всегда подбирал чтобы ему ветра было больше и то что он орал на людей то что это был тот же Сталин в понимании людей тот же Сталин но если Сталин какие-то понимаете черты прятал вот мы с товарищами посоветовались вот мы там коллективно решили и так далее то этот ничего подобного я решил я сказал ведь это надо было видеть в манеже я там была всех на лесу повал а какой ты имеешь право и ты это говоришь нам фронтовикам ты падла тыловое и вот тут вот тут уже вот тут надежда рухнула совсем и вы знаете когда люди стали возвращаться то ведь большинству казалось ну вот так было при Сталине что тут никаких ну их освободили и так далее но Хрущев не Сталин а для фронтовиков Хрущев был худшим воплощением Сталина Редактор субтитров Корректор g.p. Продолжение следует...